Всем привет, ребята! С вами снова я, королева Мистик, и это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Перед началом, ребята, три самых ваших популярных комментарии. Ловите! Раз, два и три! А теперь, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии, если вы хотите попасть в мое видео, а также не забывайте подписываться на мои другие каналы Ирина Ясинская 2.0 Также на канал моих детей с Виталисой Эндимой, ребята. Все ссылки вы найдете в графе А-канале в шапке моего ютуб-канала, друзья. Ну, а я сегодня вам презентую обалденную живую игрушку. Знаете, Cartoon Cat, конечно, страшный, но то, что находится в этом маленьком гроббоксе, ребята, вы просто не поверите. Этот гроббокс я заказала на сайте Darknet, и сейчас ровно в 3 часа ночи, да, ребята, уже 3 часа ночи мы вскроем этот бокс и посмотрим, что же за живая игрушка там. Ее я купила просто вслепую, то есть, знаете, как бывает, покупаешь боксы вслепую, и ты не знаешь, что там находится, поэтому я заказала гроббокс, гроббокс, хоррор-версии, и я не знаю, что там внутри, и стоило это, друзья, 2000 евро, да, это просто очуметь, как дорого, ребята, хорошо, что вы ставите лайки, и я зарабатываю деньги, и могу позволить заказать такие офигенно дорогие боксы. Ну, ладно, давайте уже не будем томить, прямо сейчас с вас 10 тысяч лайков на этом видео, и я открываю гроббокс. Что внутри, не знает никто, ну, наверное, только тот, кто туда что-то положил. Короче, распаковываем. Смотрите, налеплено как будто как крест какой-то. Готовы? Раз, два, три. Воу, ребята, очуметь, это сиреноголовый. Сорой хэт собственной персоны, это игрушка сиреноголова. Очуметь, посмотрите, какие у него зубы, язык. Это реально живая игрушка сиреноголова. Посмотрите, я не верю своим глазам. Смотрите, тут даже какие-то кровавые его ребра. Очуметь просто две огромных сирены, расположенные как-то там несимметрично, друзья. В этом гроббокс мне положили живую игрушку сиреноголова. Просто я, я, я не ожидала. Я мечтала, конечно, чтобы там попался какой-нибудь крутой персонаж Тревора Хендерсона или еще что-то. Ну, а, друзья, ставьте лайк, а не то за вами придет сиреноголовый. Шучу, шучу, конечно, ребята. В общем, сегодня мы попытаемся оживить эту игрушку. Это что-то типа куклы Вуду, что ли, или, возможно, это даже игрушка сиреноголового. Знаете, у меня прямо сейчас родилась очень сумасшедшая идея, крэйзи идея просто, друзья. Смотрите, мы сейчас попытаемся оживить эту игрушку. И при помощи Вуду магии мы, друзья, призовем самого сиреноголового. Я думаю, что вы по нему очень соскучились, потому что что-то он затих, что-то его не слышно. Но, но я знаю, когда он узнает, что его игрушка, живая игрушка, прототип куклы Вуду, сиреноголового. Он узнает, что она у нас, он обязательно появится здесь, в этом доме. Давайте же проверим это прямо сейчас, друзья. Доска для вызова духов. Это американская доска, так как сам сиреноголовый был как бы оживлен, наверное, где-то там в Америке. Ну, в общем, с английскими и американскими буквами. Поэтому мы сегодня не на русской доске для вызова духов, а на английской, на реальной доске. Вот видите, здесь даже написано Уиджи. Мы попробуем при помощи этой магической доски оживить эту игрушку. Но она вообще, в принципе, и называлась там, когда заказываешь группбокс, там, допустим, серия живой игрушки. И ты просто не можешь знать, что тебе туда положат. Нам, друзья, положили сиреноголового. Я думаю, что это клево. Ладно, давайте приступать. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух покинет покой. Сиреноголовый, приди. Сиреноголовый, приди. Сиреноголовый, приди. Черт! Погоди, погоди. Мне показалось, что он рукой подвинул. Слушайте, ребята, на всякий случай давайте-ка привяжем этого сиреноголового на скотч. Так, ну-ка, дайте-ка сюда. Мне показалось, что он рукой дернул. Ребята, вы видели? Если вы видели, как он дернул рукой, напишите в комментариях. Может быть, мне не почудилось покрепче его прилепить. Эй! Эй! Сиреноголовый! Слышите? Сирену. Черт. Блин. Слышишь? Друзья, пойдемте посмотрим. Возможно, сиреноголовый уже где-то здесь. Пойдем. Черт, черт. Слышишь? Вот здесь звук громче становится. Черт. Затих. Я не знаю, ребята, я реально слышала звук сиреноголового. Может быть, мне уже это кажется. Ладно, давайте уже разрежем эту живую игрушку и посмотрим, на самом деле, ли она шевелится или нет. Черт, Тим! Черт, ребята! Что это делось? Он исчез. Черт. Он реально ожил. Он был здесь, ребята. Он был реально здесь. Подожди. Мне звонит сиреноголовый. Мне реально звонит сиреноголовый. Черт, что делать? Отвечать, что ли? Возьми трубку. Как он может? Я не знаю. Черт, черт. Я не знаю, что делать. Возьми, возьми. О, черт! Смотри! Господи, я знаю, где это. Мне звонит живая игрушка сиреноголового. Черт, это в той комнате. Друзья, этого не может быть. Алло! Слышите? Верни меня! Верни меня! Что ты говоришь? Верни меня! Верни меня! Ты слышишь? Ты слышишь? Он говорит. Алло! Верни меня. Черт, походу за ним пришел реальный сиреноголовый. Он пришел за своей игрушкой. Но мы ему ее не отдадим. Потому что Юлина я отдала 2000 евро. И сейчас я хочу разрезать эту живую игрушку. Пусть потом берет ее тогда разрезанный. Черт, он в этой комнате. Я узнала по подышке. Не может быть. Посмотрите. Это реально живой сиреноголовый. Ну, вы что, в руках телефон? Сиреноголовый? Ребята, посмотрите. У него реально в руках телефон. Он, походу, звонил. А сейчас притворяется то, что он не живой. Я знаю, что ты живой. Дай сюда телефон. Вот, черт, ребята. Я боюсь к нему приближаться. Потому что не может быть, что он сбежал из той комнаты и пришел сюда. И он звонил мне по телефону. Вы видели это своими глазами, ребята. Что только не происходит. Когда наступает три часа ночи. Ребята, это дьявольский час. И в этот час оживают игрушки. И приходят всякие монстры. Черт. Сиреноголовый? Сиреноголовый? Он не мог так оказаться. Ты живой? А, черт! Черт! Дима, Дима, Дима. Стой, стой, стой. Я держу его. Я держу его. Черт, черт, черт. Господи. Он реально живой. Он реально живой. Ребята, вы видели, как он двигался? Короче, надо его получше привязать, пристегнуть, чтобы он не убежал и разрезать. И достать то, что там внутри. О, черт, он сейчас вырвется. Отпустите меня, отпустите меня. Если вы сейчас же не соберете 10 тысяч лайков на этом видео, я приду и за вами. И моя мама придет за вами и мой папа. Да заткнись ты. Заткнись, слышишь? Сейчас я тебя разрежу, и никто за тобой не придет. Давай, скорее, скотч. Черт, что он наговорил, ребята? Слушайте, лучше его послушаться. Лучше поставить 10 тысяч лайков, чтобы сиреноголовых родителей не пришли за вами. Черт. Я держу его. Он бешеный. Где-то еще должен быть скотч. Давай отсюда возьмем. Держи. Наверное, они специально сделали, что они знали, что он такой бешеный, что его нужно хорошенечко привязывать, чтобы он не убегал. Ну все. Твой час настал, сиреноголовый. Прямо сейчас я тебя разрежу. И никакая мама с папой, никакие сиреноголовые. Слышишь звук? Черт, надо быстрее его разрезать. Ну что, друзья, давайте приступим. Смотрите, сиреноголовый затих, но я знаю, что он жив. Ну что, готов? Сиреноголовый? Сейчас я тебя разрежу. Не надо, не надо, не режь меня, не режь, не режь, не режь. О, черт. Господи, он напугал меня, ребята. Я надеюсь, что вы не испугались. Видите, эта игрушка реально живая. Она говорит и просит, чтобы я не разрезала. Но ты делаешь очень много плохого. И за тобой сейчас идет мать сиреноголовый. Поэтому мне ничего другого не остается, чем лишить тебя вуду магии. Нет, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, не разрезай меня. Я тебя очень прошу, не разрезай меня. Я и не буду звать никакую маму. Я не причиняю никакую зла. Ты все врешь, ты обманываешь. Как только я тебя отпущу, сюда сразу придет куча сиреноголовых и уничтожит меня. Поэтому теперь я разрежу и достану все то, что делает тебя живым. Нет, нет, пожалуйста, не режь меня, нет, нет, нет. Ребята, я делаю это исключительно для того, чтобы он не причинил никому зла. Черт, все, ребят, как только я разрезала сиреноголового, вуду магия перестала действовать. Теперь мы посмотрим, что же находится внутри сиреноголового, что делает его живым. Конечно, это куча-куча этого пуха. Посмотрите, как его много. Смотрите, он даже похож как будто на кишки сиреноголового. Где-то должна быть кнопка, которая реально лишает до конца жизни эту вуду магии. Как только я ее нажимаю, растекается красная кровь сиреноголового, а возможно какого-то другого цвета. У каждой твари своего цвета кровь, понимаете? И как только я нажимаю это, рушатся все магические заклинания, и он убирает окончательно. Вот она, я нашла. Так, ребята, готово. Не пугайтесь, это не настоящая кровь. Это то, что кладут в живые игрушки, чтобы их оживить, друзья. Давайте же посмотрим, что внутри сиреноголового. Черт, все, это его, вся вот эта жидкость растеклась по всему его телу. Господи, посмотрите, какой это ужас. Слушайте, здесь, как и в Картун Кэти, мы нашли человеческие пальцы, потому что сиреноголовые, они охотятся на людей, и они убивают их, они убивают. Они обычно в лесу охотятся или в заброшках сейчас сиреноголовый передвигается. Он, знаете как, он маскируется под фонарь и стоит там, ждет, выжидает, когда кто-нибудь, какой-нибудь ребенок пойдет один ночью. Это очень страшно, посмотрите, здесь также какие-то человеческие уши. Господи, это все специальные сделанные такие вещества, которые заговаривают для того, чтобы игрушка оживала. Это все вуду, вуду атрибутиков для оживления, вуду магии. Посмотрите, здесь даже кости, кости рук, посмотрите, какого-то маленького, наверное, ребеночка. Маленького ребеночка, потому что, посмотрите, взрослого человека рука. А это кости, наверное, маленького ребеночка, о господи. Похоже, что он недавно его сожрал, и они еще даже не переварились, это все запихали в игрушку, в игрушку сиреноголового. Посмотрите, здесь даже какие-то золотые зубы, черт возьми. Короче, очень много всего. Но мне, знаете, самое интересное, я хочу узнать, почему и как сиреноголовый издает этот страшный звук. Потому что он может любой звук издавать, вплоть до сирена или какие-то телефонные шумы, разговоры. И в его сиренах, мне кажется, что-то есть, ребята. Давайте вскроем его сирену и посмотрим, при помощи чего он издает этот самый звук. Открываем сирену, ребята, это просто нереально, это просто жесть. Прямо на ваших глазах я открываю сирену, живой игрушки, сиреноголового. Что же там внутри? Я что-то нащупала, что-то твердое и жесткое, ребята. Черт, не могу никак достать, ребята. Что это? Вы слышите это? Это какой-то, смотрите, это знак инь-янь. Как он называется? Как черная сторона и белая сторона. И походу при помощи этих шаров сиреноголовый может издавать какие-то звуки, какие-то удары. Посмотрите, ведь он звенит. Че-то какая-то магия. Походу во второй сирене тоже такой шарик. Давайте проверим, ребята. Разрежем и вторую, вторую сирену у сиреноголового. Так. Ребята, там тоже этот шарик, но здесь все гораздо страшнее. Слушайте, эта голова, эта сирена ближе к телу, чем мы дальние. Почему-то здесь еще даже осталось, посмотрите, здесь какой-то другой шар. Смотрите, это какой-то, не знаю, зеленый, луна и звезды. И он тоже звучит, но он гораздо больше и гораздо громче. И вдвоем, наверное, при каком-нибудь столкновении или при какой-то мощной силе они начинают издавать различные звуки. Ребята, вот в чем вообще сила живой игрушки сиреноголового. Как ее оживили. Все эти предметы и вуду магия помогли сегодня увидеть реального сиреноголового живого. И знаете, что самое страшное? Его мать или отец и владелец этой живой игрушки ходят где-то здесь у нас в России, ребята. Где-то. Так что будьте осторожны. Никогда не призывайте сиреноголового. И старайтесь не ходить ночью одни. А с вами была я, королева мистики. Я надеюсь, что вам понравилось. До новых встреч в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok